люди же без масок идут вот они вот так вот на подбородок почему вы это не пресекаете или суть в том чтобы маску купить деньги заплатить а там можно на уши на подбородок на голову одеть просто на шантаж это статья не устраивает вот эти утёрки то есть вы будучи охранником city mall некий антон оскорбляете меня маски надеваем что за команды пожалуйста будьте любезно оденьте маски маски надеваем еще стоишь родной у меня пенсии за плечами фоне в одной это так со мной не разговариваю я пошел я пошел нормально вот так нет а чё полицию где в маске полицию я вызывал покиньте здание сейчас ты сам здание вы сейчас просто какое например на время какое слово вон пошла жара жаришка полиции что ли пугать решили граждан ничего не перепутали вы не имеете права меня не пускать вы не имеете права меня не пускать я подам вы не я сейчас не имеете права не пускать пустите меня вы чем не задерживать вы не имеете права ждите с полицей и не имеете права и маску отдел группа вызвали да это не ваше дело вызвал я не вызвал сейчас я сюда вернусь это полиция вы просто часами наматывать вы сейчас сами наматываетесь дайте я пройду дайте я пройду сказал пройти вы чем я кольцо кружить смотрите меня в кольцо кушать будет еще и позовем еще больше видите все видите все я и выйти не могу смотрите теперь и выйти не могу я выхожу я выхожу снимает девочек легкого поведения я осуществляю видеосъемку так это чё за я полицию просил это кто это гбр да и кстати на нос нацепите свои маски раз тут так серьезно не написано что я обязан нацеплять и на нос можно узнать с кем советую маска не помогает когда у вас нос вот нос у вас открыт вот если вы болеете нос открыт то это смысла нет администрация хочет писать на вас заявление по статье 20 а все теперь перед пойдемте потом пойдем а ну пойдем такой что козу сказали идите только что сказали идите с администрация не грешно быть пойдем а вы меня задерживать не давание заявления по статье 20.1 то есть вызвал вас я администрация с вами связалась по личному вашему номеру да у вас какие-то прикрутки прихватки вот смотрите это важная формация сейчас будет адвокат сейчас подъедет адвокат и будет с адвокатом ну что друзья сфабриковали на меня якобы я кого-то оскорбил материн вы чё обманываете заблуждением я будет мы все-таки граждане порядочные они рабы безвольные не такая час написал заявление на тех охранников чужих сюда не взять в отделе полиции города но кузнецк вот такой вот ходили полиции только зачем нужно говорить что администрация написал я вам же говорю охранник написал когда я вам что написал администрации и из-за этого я буду сейчас сутки ночевать на основании заявления я незаконно по сфабрикованному делу отсидел сутки в клоповнике в ужасных условиях меня прессовали менты и баки я вот эти полосы оправдываю района сутки на кузнецк разобрался сложившую ситуацию и пришел вывод что административное преследование в отношении дамы молодого человека подлежит прекращению в связи с отсутствием действиях состава административного повышения не нашло в суде подтверждения того факта что в торговом центре сетимол данное лицо нецензурно выражалось в адрес потерпевшего дальнейшем действие то есть и оценку действий сотрудники сетимола сотрудников росгвардии то есть и сотрудника правоохранительных органов которые ставили в дальнейшем то есть дадим оценку этим действием ну и будет принято решение по обращения с жалобами здравствуйте телефон почему я свое согласие нас а вы кто а тоже будет я не хочу вам скандали что-то навязывать но и вы мне нарезать ничего не имеете права ношение мазок это рекомендательный характер это не закон ни одна норма права ни один пункт ни одна статья не обязывает меня вы не можете мне не пропустить здесь общественное место нережимный объект то есть вы сейчас препятствуете моему свободному перемещению закон я не нарушаю маски носить не обязан я здоровый мне маска не требуется вы сейчас просто нарушаете мои права что такое масочный режим нет такого юридического термина нет такого закона вы понимали что я не подчиняюсь постановлением губернатора я подчиняюсь закону я подчиняюсь закону вы нарушаете мои права я вызову полицию пишу на вас заявление сити мостом дайте я пройду нет вы не пройдет меня конкретно не поставить еще за ограждение там вызывайте полицию почему заграждение вот я сейчас смотрите если я сейчас иду вы меня физически пресекает все вы наматываетесь на свете вы понимаете нет это просто моя принципиальная позиция какой стати вы тогда маску давайте мне бесплатно почему вы провоцирует вы получается вымогает вот и выдавайте вот и выдавая еще раз вот он нужен вам и продать старший охраны бесплатные маски дашь нас ударился выгон не старшего администратора сюда администраторы сюда старшего охраны начальника охраны там не надо там кто принципиально позиции нарушение моих прав вот я недавно законного основания нет законного основания нет но есть постановление губернатора и мы по нему работаем пусть режим чьи отводят вот я например недавно недавно в летуаль зашел мне говорят масочный режим одевайте маска вы давайте маску мне дали маску говорят спирт и в руки мы посмеялись все я одел маску все нормально что некоторые магазины я согласен загладываете нас администрации идет другим вы не можете меня не пропустить попробуйте меня не пустите вы не трогайте меня за что меня заберут за что меня заберут на газале а явно и проходите дальше зачем то есть вы меня вы вымогаете у меня деньги я вам сказал если купите конкретно вы меня заставляете купить что вы не заставляете если у вас есть маска оденьте маску пройдите я на мне нужна она мне не нужна вам не нужно но и я имею право полное пройти я имею право пройти и не туда пропускайте администратора сюда администратор садян находится данным а мне плевать тогда пропускайте меня пропускать так я вызываю ментов я вызываю у нас первый такой уже были случаи конечно святого звонить дайте мне маску обеспечим эту маску вы говорите чтобы я приобрел и тогда пройду это вы шантаж и нагательство пока чину давайте вы мне губернатор сказать смотрите вам как выдать ее бесплатно как либо продать но бесплатных масок у нас нету мы можем вам ее предложить только вы мне можете ее предложить я могу взять на свое усмотрение либо одеть либо не одеть верно пойти и не то да я с точки зрения права сейчас раме так но дело в том что уже полиция вызвана тут на нарушенными права суть то в этом вы же хотите чтоб нас никто не нужно населением не обманывался чтобы население не обманывалась но должно владеть правом том числе и вы даже выполняя свою работу да там кто-то скажет вот у вас работа такая но вы своей работы посягаете на мои права я могу свободно пройти масками это надоело она незаконно это раз я второе чусь она незаконная я снимаю на видеосъемку не дай бог если вы ее куда-нибудь выпишите ваши данные я запомнил я буду на вас подавать 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 мы находимся в общественном месте я снимаю себя и мир вокруг себя а вам что какая-то опасность угрожает какие противоправия угрожали я хочу пройти я хочу пройти я хочу пройти кто конкретно вот смотрите вы меня не пускаете вы не пускаете вы вы тоже не пускаете но он придется на вас заявление я не вижу ссылок на нормативно-правовые акции это что угодно можете писать учитывая данную ситуацию каждый обязан прыгнуть головой вниз с моста ссылка на нормативный рывок реже режим через не введен руководство предприятия следует предусмотреть возможность для посетителей приобретения или бесплатного получения средств защиты органов дыхания где написано что я не имею права без маски пройти вы предусмотрели продается бесплатно вы не предусмотреть я написано что я должен что я не не имею права пройти зачем потому что мешать когда мы тебя мешаю работать работайте найдите загрязь работаете вот мне дали почитать я с собой унесу или что хотите чтобы я с собой унесли за какое я туда собрался идти сейчас туда пойду пойду пока маска и пойду режима чс нету карантина это там масочное постановление да я бы вообще вертел это все все эти масочные я пожалуй пойду куплю батарейку не углу в другом магазине потом году я пожалуй здесь нет я пожалуй пройду я пожалуй пройду не полицию надо дождаться и правильно и вызывайте полицию ждите полиция маски надеваем что за команды пожалуйста будьте любезны оденьте маски маски надеваем вообще образели все ведете маски одеваем ты чё в армии где-то посетители или солдаты солдафон соответственно в том случае когда идем так называемый тут даже так и написано так называемый масочный режим но это вот чьи-то рассуждения какой закон не обязывает маску одеть здесь он 4 рубля штраф нарисует за неправильное ношение масками 4 рубля ношения ну давайте рисуйте а вы видите ждать полицию да не пойду я на улицу никто такой вы кто такой мне вы не может начальника смены и тему торговый центр вы неуполномочены меня куда-то выгонять понимаете я пришел и я у дома я пришел я вас прошу ожидать я лично безопасное расстояние социальную дистанцию соблюдайте на кого-то соблюдает социальную дистанцию отойдите вы соблюдаете вы ко мне подошли вы это соблюдаете вы прибираться вы препятствуете вы соблюдаете вот эти вы них на улицу выйдите пожалуйста быть хоть там хоть сколько я не выйду вот вызвали полицию на улице почему чего делал водите под руки меня ума не на больше не хватило как стать охранником умничьи стоишь родной у меня пенсии за плечами 1 это так со мной не разговаривает на вы и вежливо слышь родной понял да не приятно тебе не приятно не приятно не приятно когда тебя в личное что-то лезут а ты даром с первого года рождение на делу денег на делу денег на делу денег на делу мата нет у тебя зато много ума меня хватает все за плечами молодец почему он хочет моего товарища вы не имеете право такое говорить имеем имеете но я тебе говорит или у мать она больше не хватает как охранником что-то как-то роскости на может физически это дороже чем дать там масло я не пойду не пойду на улицу выводи меня на улицу это рекомендательный характер это рекомендарь рекомендуем покинуть я рекомендую пропустить меня не нарушать мои конституционные права но вы не должны нажать мои права покиньте здание сейчас ты сам здание покинешь еще раз потребует еще еще раз на это сэш сам пакет здание угрожаетесь каким образом нет почему мне грязь на данный момент я тебе сказал что это там ударю там поглаживали что вы сейчас соберешься и покинешь здание угроза жизни какая угроза жизнь сейчас приедет сотрудники полиции это глупости не сейчас покажите им кого покажете им что мы им покажем ты мне указываешь что мне показывать человек какой ты человек все нормальный человек приходит оде маску и прошел не стоит здесь не устраивает вот эти вот терпи то есть вы будучи охранником сити мол а некий антон оскорбляете меня называя ненормальным человеком верно то есть у вас и такое отношение к посетителям нормальный человек при сотрудничестве тему они нормально лично сейчас только что человек сказал что мы что ваши действия незаконны вы не опирайтесь на закон некое постановление давайте об одном на сначала поговорим а потом же будем а давайте вы меня просто пропустите и не будете меня утомлять своей болтовнёй понимаю вы охранник вам скучно вам интересно поболтать не что вам не скучно вам сейчас весело да а вы меня уже утомили не нужно пройти купить батарейки спокойно уйти смотрите люди без масок идут люди без масок потому что мы на вас отвлекаемся они без масок идут так вот снимают и идут все за ерунда они надели на подбородок масках я должен нос закрывать рот тогда есть смысл это просто чушь какая-то вот смысл маски продавать да это да бабки зарабатываются сколько тут тысяч человек за день заходит тысяча две три умножки закупочная цена 3 рубля маски вы правда складили вы продаете вы продаете ее за 20 рублей и теперь умножьте но вот магазин вас поставил чтобы вы шантажировали людей просто нары шантаж это статья сколько нам уже приходили и что дальше тоже человек недоволен до 100 москве они что вот вот тоже человек возмущается что бесплатно давайте заставляйте покупать а мы имеем право проходить свободно рекомендательных надо не я один такой тоже ненормальная женщина она тоже ненормальная просто она не терпела как вы сказали простые охранники а меня не волнует простые вы охранники необычные с пенсией понятно вы сейчас препятствуете моему свободному передвижению на вас я буду писать жалобу сейчас я хочу пройти будьте любезно меня пропускать будьте любезными не трогайте меня я трогайте меня не трогайте мне я вас не насколько не надо не тыкать пустите меня я сказал меня пустили полицию вы вызвали полицию чтобы ониться приедет а где она в полиции Мне надоело, мы сейчас приедут этим вопросом, будете им задавать, а не нам. Ну конечно. Сейчас вопросы им в таком же характере зададите. В таком же характере и задам, не переживай. Где полиция? Она там решает, консультируется, как себя вести. Мы там с ними вопросы решали. Люди же без масок идут, вот они вот так вот на подбородок. Почему вы это не пресекаете? Или суть в том, чтобы маску купить, да? Суть в том, чтобы маску купить, деньги заплатить, а там можно на уши, на подбородок, на голову одеть. Ну так идите, делайте. Идите, делайте. Ну так вот, хотя бы одного кого-то идите, сделайте замечание, чтобы люди маски не на подбородке носили, да? А вот так вот, а то получается, самое главное ее купить. Вы пытаетесь пройти на пробородке. Идите со своей маской. Все, я пошел, я пошел, нормально вот так вот. Нет, так не развейтесь. А что полицию? Я в маске? Все, я в маску одел. Полицию я вызывал. Я же вызывал. Даже сейчас меня не пропускаетесь? Смотрите, вот я маску одел, вот я маску одел. Теперь по-другому разговариваю. Вы сейчас просто... Теперь по-другому. Будет сейчас за день написано, что вы выражали, что вы выражали. Какое, например? Например, какое слово? Андрей! Смотрите, по-другому никуда. Сейчас сотрудники приедут, пиши заявление на него. Да, да, понятно. Вон, пошла жара, жаришка. А какой броню я выражался? Какой броню я выражался? Все, ждем полицию. Какой броню несанкционно? Ждем полицию. Вы понимаете, вы сейчас на меня клещите, это клевета. Вы засняли уже свои. Но я же бранными словами-то не выражался. Зачем меня обманывать? Зачем меня обманывать? Зачем обманывать? Видео снимай. Видео снимай. Видео снимай. Вон, люди идут без масок. Что прийдут? Самое главное купить и одеть ее на уши, на подбородок. Тогда вы инструктируете, что маска должна быть вот на носу, на рту. Люди вот так вот идут. Люди вот так вот идут. Вот нос. Все. Смысл этих масок? Чтобы их купили, вымогательство денег. Прикрывается какими-то благими намерениями. Везде меня пропускают за счет без маски, когда я ставил свои права. А вы какие-то особенные. Сейчас полиция приедет. У вас тут что, прикрутки какие-то с полицией? Мы это покажем? Как у вас тут устроено с полицией? Сейчас полиция приедет. Полиции что ли пугать решили гражданам? Ничего не перепутали? Полиция не будет пугать. Где это полиция? Где это полиция? Сколько можно ждать ваших полиций? Вы же позвонили. Ну вы сказали, что она приехала. Только что вам там сообщили, полиция приехала. Я сколько могу ждать? Сейчас подойду. Мне нужна батарейка. Сейчас подойду. Для определенных нужд. Понимаете? Вы меня отвлекаете. Я понимаю. Я понимаю. Вот этому помощнику начальника смены. Будем писать. А как я ему угрожал? Как я ему угрожал? Ну как угрожал? Не знаю. Ну как угрожал? Сейчас сам отсюда выйдешь, это угроза? Да. А как? Он же мне сказал, что сам отсюда выйдешь. Я ему тогда сказал. То же самое. То же самое. Только он еще препятствует моему свободному передвижению. Он меня трогает. Пихает. На улице, пожалуйста, идите. Вы не имеете права меня не пускать. Вы не имеете права меня не пускать. Я подам. Вы меня сейчас не имеете права не пускать. Пустите меня. Вы что, меня задерживаете, что ли? Полицию дождитесь. Вы не имеете права. Дождитесь полиции. Вы не имеете права сейчас. Я, судяки, маску отдел. Вы вызвали полицию. Да это не ваше дело. Вызвал я, не вызвал. Сейчас я сюда вернусь. Это полиция. Вы просто сейчас сами наматываетесь. Вы сейчас сами наматываетесь. Да, я тебя пройду. дайте я пройду сказал пройти в чем я и выйти не могу смотрите теперь и выйти не могу я ухожу я ухожу смотрите меня не выпускает нифига себе ничего себе вот это да вот эта система кто клоун он сейчас смотрите он сматерился нецензурная брань и ждем полицию пишу на него заявление 5 статья не она стула нам я понял назвать до назвал на букву б еще не было нецензурная броня это записалось что он дал право мне трогать вы не сотрудники полицию не прочитать хватать щипать останавливать задерживать вас нету полномочий вы должны приглядывать за в порядке снимают девочек легкого поведения я осуществляю видеосъемку вот так себе представь себе всем борзели чё куда подождите куда подождите не уходить где где вы с ней договаривайтесь вы с ничего заговаривание а сколько можно издать уже вызвали вон она не уже сюда и но где где ну пойдемте вот где вот сюда пусть на улицу идут на свежий воздух она же тут сама по свежем воздухе же безопаснее каких-то людей каких таких каких таких эти сказал умы свои заключения при себе держи не понимаешь таких людей я таких как ты не понимаю пожалуйста так это чё за я полицию просил это кто это гбр до росгвардия смотрите сейчас нарушается мои права меня не пускают в торговый центр требовали чтобы я купил маску за свои деньги ношение маски носит рекомендательный характер и кстати но нанос на нацепите свои маски раз тут так все серьезно а вот так вот уже на подбородок на подбородок можно на подбородок сейчас она уважаемого что хотите я хочу написать заявление на данного охранника и вот на этих всех охранника потому что они препятствовали моему свободному они меня нет не пускали они меня хватали несмотря на то что я маску одел я пытался удивление мне хватали они имеют право меня препятствовать моему сводом движения все есть на видео я говорю потали из доказательства маски я объясню в чем суть проблемы смотрите нет нет я хотел пройти я хотел пройти он не он не имеет право это не правомерно ношение маски имеет рекомендательный характер дайте мне маску бесплатно я пойду вы покупать заявление они хотят на меня не сказали что я угрожал на что я матерился конкретно вот этот матерился да они каждый они меня хватали они препятствовали моему свободному передвижению нарушили мои конституционные права без маски пишу заявление они пускай свои заявления пишут они сказали что я тут на четыре тысячи намотался это моя принципиальная позиция чтобы мои права принципиально написать заявление да так а вы росгвардии в него бы просто с росгвардии еще не виделся ни разу что-то новое для меня удостоверение росгвардия имеет право показать имеет я слышал что могут не показывать мне вот интересно ну мне интересно просто росгвардия показывать гражданам по требованиям а то любой может нарядиться сержант полиции санников алексей владимирович старший полицейский старший полицейский сейчас же конфликт уложит я понимаю вы находитесь маски не не они на они сейчас вот заявление написать я одному угрожал не я ему он сказал что я на него угрожал не стали руководство сказал ему написать заявление меня классно чтобы не классно что ты был лучше думал чайки без маски не 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 у меня под видео запись дурно брони на меня в этот на тэд хотите без меня сейчас пожалуйста примите устное заявление данных охранников они меня хватали щипали они имеют они имеют право вообще это прикасаться граждан не с точки зрения закона рекомендатели я сейчас уже допустим я бизнесмен я нанял охрану чё я могу порекомендовать допустим людей с лавочки вы нарушаете да проход их своя тоже нет они имеют право хватать трогать они могут вас о нем они могут вас только вызвать все они могут вас даже уже вы можете вам пройти куда какая норма права позволяет им меня останавливать или предпочтать не смотрите если вы вежливы нормально общаетесь то тогда вообще бояться нечего если вы будете там нарушать мои права то тогда конечно буду снимать за зависимость принципиальная позиция пройти купить долгу на батарейку и уйти но маска это рекомендательный характер я это знаю я могу не одевать и смотрите такая ситуация это лотаников от администрации от их них четко указали не пускать без маски а меня волнует смотрите они нарушают мои права они нарушают мои права они меня оскорбляют они нас хотели настроить моего товарища против меня меня против него они какие-то умозаключения оскорбительные делали они сказали что я выражался несунзурное броню напишут на меня заявление я не выражался несунзурное брони они выражались почему пусть пишет он сказал что я могу вам сказал что я но если отчет отрывает вступление пути пеши заявление тебе угрожал ты пиши пиши заявление еще и матерился пишите на меня это административка штраф 5000 на 10000 если я еще раз смотрю это будет 3000 лодочка они меньше запугивали законом несуществующим запугивали вами и нарушали мои права щипали у вас где-то у меня сейчас из комфорта я хочу пройти я хочу пройти без маски без маски не получится тогда пишем заявление пишем заявление я сейчас смотрите я иду без маски меня кто-то может остановить в администрации вас остановит а как вниз как он не пройдет это общественное место я свободно передвигается и обещаться неправду говорите заблуждает то что вы сейчас корректно вежливо со мной ждать это вам плюс большой до обычно хамят сотрудники полиции сотрудники росгвардии то что вы сейчас все равно нарушаете мои права потому что я могу без маски пройти дали брония бесплатно мне они говорят иди купи иначе не пройдешь это вымогательство понимаете вы со мной вежливые культурно разговаривать потому что я-то прав прав вам ничего не говорю вам не уже давно ласта завернули эти товарищи и господа хорошие сотрудники city mall написали на меня говорят заявление поэтому просто вы понимаете что бессмысленно не заявляю вас же есть маска но в чем проблема надеть и пройти принципиальной позиции я не хочу она мне не нужна но мне нужно пройти купить батареи пойдете ну как это не пойдут а вы меня можете не пустить или вы будете привязывать мне охрана пофиг вот вы например на вас собирается писать заявление по статье 20.1 это мелкое хулиганство а так я полюбиваю что вы выражались на цензурной брани пытались пройти вы хотите писать встречное заявление дело в том что я не выражался дело в том что я не выражался разбираться в отделе полиции по поводу данной ситуации но мы были я так не готов разбираться все мы туда сейчас проехали на эту бумагу приезжаем в отдел полиции я беру от вас заявление от вас объяснение а зачем отдел полиции вот сейчас в устной форме на месте если вы на вас пишут заявление вы сейчас хотите чтобы я от вас отстал чтобы я поехал сюда как будет если на вас пишут заявление по статье 20.1 я обязан вас доставить отдел полиции понимаете меня на основании этого я там уже видеосъемку не буду осуществлять потому что там режимный объект таким образом вы сейчас пытаетесь манипулировать в отделе полиции вы мне не дадите сейчас видеосъемку во вторых у меня отнимите кучу времени а я хочу пройти без маски так а я сейчас просто напишу заявление на них доставлю вас в отдел полиции понимаете это по времени займет то есть манипуляция манипуляция в этом заключается да какая манипуляция но граждане говорят масочный режим отменили надоели маски какой смысл у вас вот у вас нос не закрыт им дышите если вы вдруг болеете то вы распространяете что-то ну спадает едем отдел начнем в отдел ладно отнимите у меня время ну пусть пишет якобы я сматерился да у них есть доказательства у них них нету у меня есть доказательства что я не матерился я непрерывно осуществляю 9 видео съемку еще что можно узнать с кем советую с кем вы советую здесь можно я могу пройти в магазин маски я могу пройти ладно тогда вы меня вот я бы оставил до конца до мне было бы свободное время мне сейчас его просто нет поднимаетесь у себя время это это нет я-то правильно делаю то что права свои ставят у нас же правого государства у нас стране эпидемия ну маска не помогает когда у вас нос вот нос у вас открыт вот если вы болеете нос открыт то это смысла нет то суть в том что они просто нет идите покупайте это вымогательство это нарушение моих правах ну вот сейчас мы же все обо всем разобрались продайте маску доходите спокойно без всяких проблем все мне уже не нужно туда идти мне уже нужно идти по своим делам все хорошо все больше не хулиганте и так себя не ведите понятно на борзели что мне администрация хочет писать на вас заявление по статье 22 а все теперь пойдемте потом пойдем так вы только что сказали идите только что сказали идите сейчас администрация мне кажется будет писать пойдемте а вы меня задерживать не ровно не заявление по статье 20.1 то есть вызвал вас я администрация с вами связалась по личному вашему номеру да у вас какие-то прикрутки и прихватки такой гбр или разгар все вы теперь агрессивно ко мне настроены вы больше не вежливом дали команду до но только что все так на меня я только я хотел уйти а теперь не подошла администрация такого центра не успел я уйти так пусть пишет потом вы меня найдете я вам паспортные данные на 100 на 100 а состав то есть состав он объяснил не объяснил чем мелко в чем хулиганство вы сейчас будете а как это я вел себе не а что такое значит неадекват а какое конкретно брендное слово я сказал можете озвучить сейчас то есть я то ни одного матерного слова не сказал и единственное хотел пройти купить батарейку свободно чтобы отстаивать свои права вам нужно очень много времени дорогие друзья сейчас в райотделе мне буду запрещать видеосъемку возможно будет оскорблять возможно даже будут бить так а из райотдела вы мне обратно сюда же приезжать нет а как я буду забираться другой город у меня я думаю же вас не увозим дебеку я мою куда присаживаться я-то от вас не убегают на меня отвечает тут психологического здесь не надо чё за ерунда контент не делаете где жены они у себя пишут я в отделе долго артем владимирович колечко город росгвардия какого города мой новый кузнецкий нормально нормально меня встретил новый кузнецкий здорово нет не указал но я же не обязан а вы куда записали служебную книжку мои личные данные служебную книжку разве можно покажите мне он так это это надо заявление писать все еще снять личные данные куда записали в нуждобную книгу потому что в стул за рварди уважаемых должны защищать мои права не но я в чем не защищаю вашего мы приезжаем на вашу из заявления этот большой бизнес вот этот большой бизнес он считает мне маленьким я считаю что может нарушить мои права и вам кто то там с администрации так все мы пишем задерживать его а есть основания меня задерживать на основании заявлений я же объясняю мы задерживаем вас на основании заявления, которое пишет администрация. Но протокол задержания есть? Сейчас мы вам возьмем заявление, мы тогда вас доставим в отдел полиции. Во сколько я задержан? Какое-то имеется сейчас значение. Вы мне более трех часов не можете задерживать. В чем проблема? Засекайте 3 часа. Сколько сейчас времени? А сколько времени уже прошло? Вот сейчас. Вот сейчас пишется заявление. От сейчасшнего времени идет. Мы задерживаем вас сейчас. Но состав-то вы видите, я не мотивился. Писайте, пожалуйста. Писайте, молодой человек. Я не убегу, не надо так строить. Заявление давайте напишем устное. Берите листочек с ручкой. Я объясняю, вы должны там быть. Вы должны быть там, в отделе. Да не должен я там. Вот тут на месте можно написать. Заявление могу вот сейчас. Примите от меня заявление. У нас основание 157 приказа. Либо вы отказываетесь. Вы принимаете или отказываетесь? Я не принимаю. Если вы отказываетесь, то тогда... В таком случае удостоверение свое покажите. Не придется мне жалобы писать. Но мне нужно написать заявление, а не жалобы. Но если, ну, раз уж на то пошло. Если вы меня задерживаете. У меня заявление о удостоверении отсутствия. Правильно, я имею на его справку. Достоверение отсутствия. Справка дана младшему, сержанту, полиции, Гасану. Значит, сообщите своему старшему, что сейчас приедет мой адвокат. И уже мои права нарушать не получится. И уже придется по-другому разговаривать. То есть он там сейчас в администрации договорники какие-то, я так понимаю? У нас там наверняка кухня. Ну как, вы сказали, уходите, все, по-нормальному. Один из один из. Вот, смотрите, это важная информация, что сейчас будет адвокат. А сейчас подъедет адвокат и будет с адвокатом здесь все разбираться. Понятно. Все, смотрите. То есть цинканул, что сейчас подъедет адвокат. Старшему, держу. Вот сейчас разговорит с моим адвокатом. Ну, мы не делаем, а у нас на основании заявления по административным. То, что за оскорбление для хулиганства получается. Охранник. Да, да. То есть я могу идти или я задержан или нет? Где протокол задержания? Ален, а что? То есть уже идет нарушение. Он имя, фамилию, данные мои какие-то спросил. А перед этим надо было 51 статью мою зачитать. Мои права. Я мог это все не называть. Задерживать меня. Я ничего не сделал, меня задерживать. Это что такое? Он там говорит, что я сматерился. За такое не задерживать. Должны предоставить доказательства, опросить свидетелей. И потом уже меня найти. И призвать к ответственности к административной. Сейчас идет просто фабрикация. Я же все снимал это до. Не матерился я. Ну я что, больной материться под видеозапись? Я вас вызвал. Я же вас вызвал. Я хоть раз сейчас матерился с вами разговариваю. Нет. Вы с вами говорите корректно? Просто нет. Ну корректно, но тем не менее нарушайте мои права. А мне какая разница, когда корректно нарушают мои права, некорректно. Не знаю, на какое основание у вас было. Да чушь это все. Чушь. Просто вымогайтесь. Ну вас не пустим, купите масло за 20 рублей. Пусть по себестоимости продают. Собестоимость 1 рубль, закупочная 3, они продают за 20. Тысячи человек в день зашли, умножаем прибыль. Вот для чего. А люди там вот так вот ходят, на подбородок. Какой в этом смысл? Смысла в этом никакого. Я это видео смонтирую, опубликую и покажу. И люди будут не в восторге от ваших действий. От этого сети молла, образевшего. Как он называется? Снимал, да? Вообще администрация офигевшая. В Леруа Мерлен меня свободно пустили. Ну то же самое было, но потом мне сказали срочно выпустить. И они потом извинялись передо мной. Они с инстаграма, с аккаунта, где 200 тысяч подписчиков, они извинились передо мной. Написали, когда я видео выложил. В Элитуаль зашел, говорят, у нас надо в масках. Вот одень, пожалуйста. Охранник еще предложил руки продезинфицировать. Мне там руки не предложили продезинфицировать. Но. Так охранник еще говорит, спирт надо, я говорю. Можно водки. Посмеяли, все. Я с хорошим настроением. Пошел, купил себе духи. Все отлично. А тут что? Ну кто-то предоставляет маски, кто-то нет. Кто-то нарушает чьи-то права, да? А кто-то их отстаивает и страдает за это, да? Как я сейчас. Что, я задержан? Пока, да. Протокол задержания где? У нас заявление составляется. А? Ну что, друзья, сфабриковали на меня, я так понимаю. Якобы я кого-то оскорбил, обматерил. Может, я буду мешкать? Что сейчас, что будет происходить? Насколько времени вы меня будете? Три часа. Три часа? Три часа, да? Три часа. Уважаемые жители Новокузнецка, приехал в гости к вам в Новокузнецке. Что вы думаете, я задержу? Быстро и сразу. Следите за событиями. Вот Восгвардия меня задержала. Я говорю, что вы были привлечены как административной ответственности, если выложите данную видеозапись в интернет. К административной ответственности? Я вам не даю свое разрешение выкладывать. Это административная ответственность? У меня в интернет. А куда можно вас положить? Вы понимаете, вы слышите меня сейчас, что я вам говорю? А мой друг может вас положить, я ему скажу, выложил? Он тоже не может выложить. А кто может? Вы можете производить видеозапись для своей безопасности, но выкладывать в интернет вы ее не можете. А какая там ответственность? Штраф 500 рублей, 1000 рублей. Я вас предупредил. Или вы это придумали? Я вам говорю. это придумали это придумали нечего меня тут обманывать обманывайте заблуждением я вводим мы все-таки граждане порядочные они рабы безвольные значение задержание заявление не является основанием росгвардия задержала я уже больше двух часов задержан незаконно протокола задержания до сколько росгвардия может просто без протокола задержания я хотел написать заявление на охрану меня росгвардия уговорила не писать на них а потом охрана написала заявление на меня сфабриковано и они меня задержали не говорят что вы задерживать то есть вы меня у вас понимаете протокола задержания нету а я уже почти три часа я мы сейчас могу свободно уйти или нет почему а протокола задержания нету вы заставили заявление на каляку по заданию этого начальника этого торгового центра это фабрикация ну где-то зафиксировано жду сколько я задержан кроме моей кроме того что я запомнил по факту не зафиксировано нажатие кнопки с нашей стороны зафиксировано только нажатие кнопки я уже сейчас сколько здесь торчу больше же двух часов сколько мне осталось время больше двух тридцать четыре минуты я должен быть свободен но я походу не буду свободен потому что у меня передать эти участкового он напишет уже такого задержания и опять три часа я должен быть торча первым нет такая сейчас написал заявление на тех охранников чего вы сюда не привезете пошел за счет и наши документы которые мы даже не задерживайте не задерживайте закон я отставил в итоге он администрация большого показать подгоните а подгоните ну ты именно сами сначала никто не хотел ничего писать поэтому мы отпустили вы пайки не пошли конечно я с ним предлагаю я пишу и не буду все а потом потом к нам подвигают нет мама чаще сказала обязательно писать все пишут а чаще сказала им написать заявление нормально если я уйду вас накажут но вообще я могу уйти так здравствуйте выпустите меня пожалуйста так протокола задержания нету задерживайте меня вы обстоятельства не выясняется никакие я просто нахожусь в отделе полиции города на кузнецк вот такой вот в отделе полиции туалет в жопу жуткий вообще ужасный блин туалет вообще ужасно блин туалет вообще ужасно кто заявление написал администрация или охрана охранник или администрация охранник от его имени администрация ему сказала он написал он сказал администрация он написал от себя администрация прибыzzo готово написать эта заявление охранник сказал охранник вам подошел он сказал что охранник будет naive или обязательства администрация 1500 часто мод factory знаю о우� DIRECTOR вы не говорили что администрация хочет на меня написать вы сказали что подошли к меня администрация решила написать заявление кто на меня написал только зачем нужно говорить что администрация написала я помню что сотрудник заявление от себя после я понял быстро да я дело в том что время уже мое 3 часа и стекло я могу идти на законах основания я откройте мне дыря могу идти нет а как хорошо реально передали не матерился и из-за этого я буду сейчас сутки ночевать на основании заявлений и объяснений до основания заявления у меня заявление не приняли я же вызывал в вас тренили заявление вот вас меня разбордеется убедил не писать но когда я пошел у меня остановил вы начался даже заявление у 10 дежурной части на это а зачем не начать давать это понимаете не уполном нет воздействия подозрения что я там не приду не привезли что понимаете у нас есть должностные инструкции у меня же тоже свои планы не помогает у нас это работа какая меня при виталии это неправда не матерился доказать 10 суд у вас будет наджалом подадите суд на мгд на министерство финансов проверим неправильно у меня передовой я не знаю подойдите награждаться подойдите суд на граждан который вас это вообще господел согласен выборы следует дали туда я не матерился а вот то что я еду не пристегнутые как это не является нарушением шелся до парка ну вокруг как обычно прогулялись гулялся играл попал ну что дорогие друзья я незаконно по слабарикованному делу отсидел сутки в клоповнике в ужасных условиях меня прислали менты глубокие ну и вот очень крутой адвокат выручил меня я в итоге полностью оправдан хотелось бы отметить что действительно социальный район СССР на Кузнецке разобрался в сложившейся ситуации и пришел к выводу что административное преследование в отношении дамы молодого человека подлежит прекращению по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием действиях состав административного повышения предусмотрено статьей 20.1 Кодекс Российской Федерации об административных повышениях не нашло в суде подтверждения того факта что в торговом центре Ситимол данное лицо нецензурно выражалось в адрес потерпевшего в дальнейшем действия то есть и оценку действий сотрудников Ситимола сотрудников Росгвардии то есть и сотрудников правоохранительных органов которые вставляют менты стадион ПТН в дальнейшем то есть дадим оценку этим действиям ну и будет принято решение то есть об обращении с жалобами ну хотелось бы отметить что адвокат действительно был допущен к участию в деле в отделе полиции центральной но по каким-то стечением отстоятельств по случайности либо по злому умыслу этого мы сказать не можем материалы вдруг исчез от адвоката и пришлось восстанавливать скажем статус-кво и добиваться возможности защищать интересы данного человека уже в суде все спасибо большое до свидания ну я от себя хочу сказать что на моем опыте вы первый адвокат который оказался отдельным который действительно мне помог поэтому благодарен за это я оставлю ссылку на вас все спасибо 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 подписываются и консультируешь ну ладно благодарю всего доброго спасибо 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 спасибо